В 90-х годах XIX века Куба оставалась одной из последних испанских колоний в новом свете, все еще борющихся за свою независимость от бывшей величайшей империи в мире, над которой не заходило солнце, а на тот момент так себе европейской страной. Куба три раза поднималась на народно-освободительную войну против Испании. Последний раз она это сделает в 1895 году. Когда я говорю о том, что Куба боролась за свою независимость, это слово нужно ставить в кавычки. Конечно, в то время для такого маленького острова, живущего продажей сахара, добиться настоящей независимости в мире цветущего империализма было практически невозможно. Фактически Куба переходила из-под формальной власти Испании под неформальную экономическую власть Соединенных Штатов. В те годы США уже имели большой экономический интерес на Кубе. Там жило много американских бизнесменов, и там находилось много американских бизнесов. Во время народно-освободительной войны Соединенные Штаты поддержали кубинских повстанцев, потому что им было выгоднее наладить отношения с новым правительством, чем регулировать соотношения со старым. Тогдашний президент Соединенных Штатов Маккинли сам лично не хотел ввязываться в этот вооруженный конфликт, но его принудило к этому общественное мнение. И когда я говорю общественное мнение, я имею в виду газеты. Потому что к концу 19 века в Соединенных Штатах четвертая власть уже была настоящей властью. Благодаря газетной пропаганде антииспанские настроения в стране были настолько сильны, что любой политик, который попытался бы сказать, что он не хочет идти на войну с Испанией, рисковал лишиться должности. И в результате Соединенные Штаты сначала объявили блокаду Кубы, а потом в 1898 году начинается испано-американская война. Это малоизвестная война, она продолжалась всего три с лишним месяца. Но сенсационность, с которой события этой войны подавались в американской прессе, была абсолютно беспрецедентна. Газеты сделали все возможное, чтобы получить выгоду из этой политической ситуации. Желтая журналистика тогда уже не была новостью. Прошло уже много лет со времен подвигов Нелли Блай. И газеты превращали в скандал и сенсацию любой факт, любую новость театра военных действий и абсолютно не стеснялись врать. В результате владельцы газет, такие как Джош Пуллицер и Вильям Рэндольф Хёрст, наживали на продаже новостей гигантские состояния. Ходили ли тогда слухи, что газетные магнаты нарочно подтолкнули страну к этой войне, чтобы увеличить свои тиражи? Ходили. Будем ли мы сегодня рассматривать эту теорию заговора? Нет, не будем. Но смогли ли газеты выжать все преимущества из сложившейся политической ситуации? Как бог свят смогли. На каждом углу каждого американского города мальчишки в кепках кричали «Экстра, экстра, читайте последние новости о событиях на Кубе, сенсационное вероломство испанцев» и так далее. «Экстра» означает экстренный выпуск газеты. Если какая-то важная новость приходила в издательство уже после того, как очередной выпуск уходил в печать, то газеты предпринимали экстренный выпуск. Вот эти экстренные дополнительные выпуски, а также все вечерние выпуски газет, продавались исключительно на улицах. Дневные выпуски, как правило, приносили людям надо. А распространение экстренных выпусков и вечерних выпусков новостей было возложено на гигантскую армию мальчишек в возрасте от 6 до 14 лет. Несмотря на то, что сами газеты и культурная мифология того времени значительно идеализировали образ уличного продавца газет, представляя его таким идеальным представителем американской молодежи, который борется за свое место в обществе и с тяжелым трудом и смекалкой добивается лучшей жизни. На самом деле эти мальчишки представляли собой одну из самых злосчастных и эксплуатируемых и одну из самых многочисленных профессиональных групп городского населения. И сегодняшний мой рассказ о том, как однажды они объединились и начали борьбу за свои права и заставили газетных магнатов отступить. До первой, третьей, девятнадцатого века газеты были частью жизни исключительно правящих классов. Газеты были исключительно дороги и распространялись только по подписке. Ни люди среднего класса, ни тем более беднота газеты не выписывали, это было им не по карману. Если вы хотели почитать газету, вам нужно было идти в библиотеку, или некоторые клубы выписывали свои газеты, некоторые кафе выписывали газеты для публики, и вы могли пойти куда-нибудь и почитать газеты. Газеты нельзя было купить на улицах или в киосках. Все это изменилось с изобретением ротационной печатной машины, приводимой в движение паром. До этого газеты печатались вручную, по одной. Теперь их можно было печатать очень быстро и в очень больших объемах. Появление дешевой бумаги было дополнительным стимулом для появления массовых газет. Сначала в Англии, а потом в Соединенных Штатах появляются пенни-пейперс, грошовые газеты, предвестники современных таблоидов. Они были напечатаны на дешевой бумаге, они были меньшего формата, чем стандартные газеты, которые были огромные листы. И они продавались по одному пенни, в отличие от шести-семи, которые стоили нормальные газеты. И по содержанию эти газеты были совершенно другими, потому что они предназначались для широкой публики. И это была совершенно новая публика. Раньше газеты читали высоколубые аристократы, которые интересовались тонкостями международной политики, экономики или какими-то спорами в Палате лордов. У новой публики, читающей газеты, не было дяди-премьер-министра. Они желали читать о чем-нибудь интересном. Их интересовали сенсационные полицейские разоблачения или какие-то скандалы о знаменитости, о том, какого принца застали инфрагрант и с какой актрисой и тому подобные вещи. То есть это была тематика, которую мы ожидаем от современных таблоидов. В те же времена в газетах начали печатать рекламу, потому что старорежимные газеты рекламу не печатали. Они жили на те деньги, которые они выручали из подписки. Но если вы продаете газеты за один цент, то этой выручки недостаточно, чтобы окупить производство. И газеты начинают печатать рекламу. И реклама с газетами начали поддерживать друг друга в деле стимулирования читательского интереса. Чем больше газет будет продано, тем больше людей увидят рекламу, тем больше стимула для рекламодателей рекламировать свои перчатки, корсеты и чудодейственные микстуры с опиумом в этой самой газете. И газеты начинают активно продавать себя публике. Если раньше интеллигентные люди, желающие узнать новости, сами должны были искать газеты и платить за новости, то теперь газеты начинают продавать себя всем окружающим на каждом перекрестке города. И для людей старой закалки это казалось ужасающей вульгарностью. Вообще-то, когда в 1833 году газета New York Sun первая опубликовала объявление о том, что она набирает людей для продажи своих экземпляров на улице, они ожидали, что на это объявление откликнутся взрослые мужчины. Было большой неожиданностью, что на это объявление откликнулись в основном подростки. Хозяева газеты подумали и решили, а почему нет? Энергии им не занимать, голоса у них звонкие, оплатить им можно меньше, чем взрослым мужчинам. И вскоре мальчишки, продающие газеты, стали непременным атрибутом любого американского города и обязательной частью городского пейзажа. Вы, вероятно, удивитесь, но к концу века вся эта сопливая мелкота была не наемными работниками, они были самостоятельными бизнесменами. Газеты не платили мальчишкам-газетчикам зарплату, они были самостоятельными подрядчиками. Газеты продавали мальчишкам выпуски оптом, пачками по 100 по оптовой цене. После чего мальчики уже распродавали эти газеты по розничной. Что означало, если ты не успевал до ночи продать газеты, которые ты купил утром, это были твои убытки. Завтра нужно было продавать новый номер, никто бы не стал покупать вчерашние газеты. Что заставляло мальчиков продавать газеты глубокой ночью, после наступления темноты, до тех пор, пока они не смогут распродать как можно больше, чтобы не оказаться в убытке. Работа по продаже газет на улицах была тяжелая, опасная, с нестабильным заработком, и брались за нее только те, у кого не было других вариантов. Большинство из этих мальчишек были детьми мигрантов, из семей, которые едва сводили концы с концами. Очень многие из них были сиротами, очень многие из них жили на улице. В прямом смысле слова. Стайки мальчишек, сбившись в кучки, жались под лестницами офисов газет «Таймс» и «Нью-Йорк Сан», согревая друг друга и дожидаясь утра, когда откроются типографии. То, что эти мальчишки не были наемными работниками, а были в некотором смысле слова интерпренерами, оставляла их за пределами внимания людей и организаций, которые в те годы боролись против эксплуатации детей и за улучшение условий детского труда. Потому что в конце 19 века уже было достаточно много людей и политических организаций, которые пытались защитить детей на производстве. Малышня, которая работала в шахтах, на заводах и на фабриках, была в сфере внимания многих людей, которые не потеряли в конец совесть. И периодически на работодателей оказывалось давление, чтобы они, к примеру, сократили продолжительность рабочего дня для детей или организовали для них безопасные условия труда, организовали для них возможность ходить в школу и так далее. Но мальчишки-газетчики, будучи самостоятельными бизнесменами, оказывались вне пределах этих усилий, потому что у них как бы не было начальства, они работали на себя. Некого, не на кого было надавить, чтобы улучшить их условия жизни и работы. И они оставались один на один с улицей. Вы представляете себе, что это значит для шести, семи и восьмилетнего ребёнка торговать на улице большого города ночью на наличку? Те из вас, кто являются родителями, просто инстинктивно не позволят это делать ни своему ребёнку, ни чужим. Но в те времена для многих интеллигентных людей было хорошо известно, к примеру, проблемы, с которыми сталкивались дети, работающие в шахтах, потому что они периодически читали в газетах о несчастных случаях среди шахтёров и тому подобное. Но каково было продавцам газет, очень мало кто из чистой публики, кто сам не ночевал под мостами, осознавал, с какими проблемами они сталкивались ежедневно. На самом деле, только когда к концу 19 века всё больше и больше девочек начинает подключаться к этому бизнесу, потому что изначально это была чисто мальчишеская работа, но к концу века города заполонили иммигранты, и всё больше девочек начинает продавать газеты точно так же, как мальчики. И вот в этот момент вегетарианцы начали задумываться, а что это вообще значит, когда маленькие девочки или девочки-подростки ночами ходят по улицам города и что-то продают? Не являются ли они при этом слишком лёгкой добычей для насильников? И отдельные города начинают принимать местные законы, которые ограничивают работу девочек по ночам, например, запрещают заниматься этим до достижения 18-летнего возраста, они запрещают работать девочкам на улицах без сопровождения взрослых и тому подобное. При этом тот факт, что мальчики всё это время были в настолько же уязвимой ситуации, никто сильно даже не говорил. Режиссёр Фрэнк Капра, биографию которого зачастую используют как пример воплощения американской мечты, сын итальянских эмигрантов, который поднялся от нищего продавца газет на улицах до одного из самых прославленных режиссёров золотой эры Голливуда. Так вот, Фрэнк Капра рассказывал, как он рутинно отбивался на ночных улицах Лос-Анджелеса от пьяных педофилов, потому что это было одно из важных профессиональных навыков мальчишки-газетчика. Вся жизнь этих мальчишек была полна физической борьбой за существование в прямом смысле этого слова. Они должны были постоянно кулаками защищать себя, а также свои товары, свою выручку. У них не было профсоюза, они не объединялись в группы. Более того, строго говоря, каждый из них являлся самостоятельным бизнесом, работавшим в условиях конкуренции со всеми другими. Конечно, у мальчишек были друзья, они могли объединяться с земляками, со своими родственниками, в маленькие группы. Но вообще-то, когда дело доходило до денег, каждый мальчик работал один сам за себя и против других. Что означало? Что их день начинался с утра, с того, что они должны были кулаками выбивать себе бесплатные экземпляры, которые газеты дарили разносчикам после того, как они заканчивали фасовку. После чего ты должен был кулаками защищать свой угол на улице, свою территорию. Ты должен был защищать свой товар от нападения банд таких же малолетних воров, которые пытаются украсть у тебя газеты или твою выручку. А в случае территориальных войн, которые периодически возникали в городах, нужно было защищать свой товар от уничтожения. Потому что на самом деле, если ты хочешь выжить кого-то, кто продает газеты с его угла улицы, тебе даже не нужно пытаться его побить. Достаточно просто уничтожить его товар. И с газетами это сделать очень просто. Можно было просто пробежать мимо и выплеснуть на пачку газет ведро воды. И весь твой дневной заработок отправлялся в канализацию. При этом газеты пользовались разобщенностью своих продавцов. И они держали их, во-первых, в экономической зависимости, удерживая закупочные цены на сотни, на пачки, на таком высоком уровне, насколько это только было возможно. Чтобы вообще давать мальчикам крошечную маржу, которая вообще оправдывала всю эту деятельность. Что делало ее более выгодной, чем просто опустить руки и умереть от голода. А во-вторых, газеты нарочно провоцировали конкуренцию между продавцами для увеличения продаж. К примеру, если в большом городе газета замечала, что в одном из районов ее продажи идут не очень хорошо, она могла немножко опустить там закупочные цены и тем самым стимулировать мальчиков продавать в том районе. Что, разумеется, вызывало территориальные войны. И вообще общее возмущение тех, кто был недоволен этой несправедливостью. И периодически маленькие продавцы газет начинали возмущаться и устраивали какие-то подобия стачек. Но они чрезвычайно быстро разбивались штрейбрехерством. Потому что если ты не хочешь работать и продавать газеты, найдется сотня других мальчишек, которые захотят. Издательства совершенно не беспокоились по этому поводу. И поэтому то, что произошло в 1899 году, было для них абсолютной неожиданностью. Вернемся к тому, с чего я начала мой рассказ. В месяце испано-американской войны тиражи газет очень сильно подскочили. Интерес публики стимулировал продажи. И поэтому многие газеты подняли закупочные оптовые цены для своих уличных продавцов с 50 центов до 60. Они это аргументировали тем, что поскольку публика так интересуется новостями, мальчики могут в принципе в день продать больше газет и таким образом компенсировать дополнительные затраты на покупки. И выйти в результате к тем же доходам, какие были у них до войны. Потому что, не дай бог, беспризорные дети начнут больше зарабатывать. Но война продержалась всего три с лишним месяца. После чего тиражи многих газет немножко упали. И они вернули закупочные цены на довоенные 50 центов. За исключением двух самых популярных газет. The Evening World Джозефа Пуллицера и The New York Evening Journal Вильяма Хёрста продолжали держать закупочные цены на 60 центах. Аргументируя это тем, что их газеты очень популярны. Они очень хорошо расходятся, и они не видят смысла терять дополнительную прибыль. И некоторое время маленькие продавцы покорно терпели. Конфликт начался с того, что продавцы газет в Квинсе, это сейчас район Нью-Йорка, заметили, что в сотенных пачках, которые они получают от дистрибьютора газеты E-Walt, не 100 газет, а на несколько меньше. То есть, что этот человек их обворовал, он вытаскивал из пачек по несколько газет. Возмущенные, они перевернули его в фургон, растащили газеты и подняли на улице большой кавардак. Но этим их гнев не насытился. На следующий день 300 продавцов газет собралось на площади перед мэрией Нью-Йорка. 19 июля они потребовали от Пуллицера и Хёрста опустить закупочные цены на довоенные 50 центов, или они угрожают забастовкой. Поначалу издательства вообще не забеспокоились. Они фактически передали мальчишкам, валяйте, бастуйте. Что могут им сделать возмущенные десятилетки? Если они не хотят работать, пожалуйста, их на улицах Нью-Йорка как грязи, мы найдем других. Потому что раньше все происходило именно так. Но в этот раз все случилось иначе. Дело в том, что в этот раз у пацанов был пример. В тот июль, очень жаркий июль, в Нью-Йорке уже несколько недель проходила забастовка водителей трамваев. Забастовка протекала очень агрессивно, с столкновениями с полицией. И многие мальчишки были на баррикадах вместе со своими отцами и старшими братьями. Они помогали им разбирать трамвайные пути и кидаться камнями в полицейских. И они увидели на собственном опыте, каким образом организуются забастовки. Как профсоюз работников трамваев проводит стачку. И мальчишки сделали то же самое. Они избрали должностных лиц. Из мальчиков старшего возраста и старших подростков выбрали лидеров стачки. Они выбрали дисциплинарный совет. Они послали гонцов во все концы города Нью-Йорка и окрестностей передать другим продавцам газет, что если они будут продавать газеты Хёрста и Пуллицера, то они получат в лоб. Я цитирую дословно. И в результате очень быстро эта забастовка распространилась на весь Манхэттен, а потом выплеснулась и за пределы острова. Мальчишки отказывались продавать газеты Пуллицера и Хёрста, потому что всем, кто пытался продавать эти газеты, били морду. Газеты отбирали, уничтожали. Газеты вырывали даже из рук покупателей. Мальчишки продолжали продавать другие нью-йоркские газеты, которые, между прочим, были в восторге и радостно описывали неприятности своих основных конкурентов. И в результате, благодаря тому, что о забастовке писали другие газеты, об этом узнали не только в Нью-Йорке, но и в окрестностях. И бастовать начали продавцы газет не только в Нью-Йорке, но и в городах штата Нью-Джерси. Никто из мальчишек уже не хотел продавать газеты, и поэтому издатели попытались нанимать взрослых мужчин, надеясь, что они, может быть, не побоятся налетов мелкоты. И штрейбрехеры стали ходить на работу, вооруженные ножками от столов и спицами, от тележных колес. А мальчишки их забрасывали камнями, подковами и грязью, и обливали водой их газеты. Единственные, кого не били, были девочки. Если девочки в те времена продолжали продавать газеты Пуллицера и Хёрста, их оставляли в покое. Потому что, как элегантно выразился один из лидеров забастовки, который вошел в историю под именем Кит Блинк, то есть моргала, a fellow can't talk a lady, то есть настоящий пацан не будет мочить дамочку. У нас не осталось фотографии этого героя, хотя о нем тогда писали все городские газеты. Его настоящее имя было Луис Балетти, и газеты описывали его как щуплого маленького подростка с рыжими волосами и повязкой на одном глазу, как у пирата. Это был, конечно, совершенно карикатурный персонаж, если не задумываться о том, что у 18-летнего паренька был выбит глаз. Кит Блинк, его так звали, потому что он был одноглазым, давал вдохновляющие речи на непередаваемом уличном жарконе, призывая продавцов газет стоять друг за другом крепко, как гипс. 24 июля газетчики провели массовый митинг. 2000 человек заполнили зал, и еще 3000 мальчиков шумели вокруг. Кит Блинк провозглашал с трибуны. Разве эти 10 центов не стоят для нас столько же, сколько для миллионеров Хёрста и Пуллицера? Ну, я так думаю, что да. И если они не хотят ими пожертвовать, то с какой стати будем мы? 24 июля издатели были уже в панике, потому что бастовал не только Нью-Йорк, но и соседние города. Покупатели стали отказываться покупать их газеты, потому что они начали выражать солидарность мальчикам. Рекламодатели начали оттягивать рекламу, и продажи газет упали на 2 пятых, почти наполовину. Газеты попытались попросить помощи у полиции, но полиция была в этот момент по уши занята забастовкой трамваев, и они не оказали большую помощь. Тогда, видя, что ни один мужчина, даже взрослый вооруженный, уже не хочет противостоять ордам разгневанных мальчишек, издатели обратились в армию спасения. Армия спасения – это большая христианская благотворительная организация, которая много работала в бедных кварталах города, в том числе с нищими на улицах, и издатели попросили армию спасения, можно ли рекрутировать их девушек, чтобы те могли продавать на улицах газеты. Но армия спасения отказалась, они отказались идти против забастовщиков. И тогда издатели попытались подкупить лидеров забастовки. По слухам, им платили от 300 до 500 долларов, что по тем временам большие деньги хоть для кого, тем более для уличных мальчишек. И пошли слухи, что Кит Блинк и другой лидер, Дэйв Сеймонс, пошли на сговор с издателями. Забастовочный комитет предал их суду. Оба мальчика отчаянно защищались, говорили, что они не продавались, но им пришлось уйти с занимаемых постов. Стачка продолжалась две недели. В конце концов, 1 августа издатели сдались. Точнее, они предложили компромисс. Закупочные цены за сотню останутся на 60 центах. Но издательства согласны выкупать непроданные экземпляры. То есть, если мальчики к концу дня останутся на руках с нераспроданными газетами, они могут вернуть их в издательство по оптовой цене и вернуть свои деньги. То есть, издательства брали на себя их убытки. Что было на самом деле огромной победой. Это означало, что мальчикам не нужно теперь оставаться на улицах в темноте глубокой ночью, чтобы пытаться распродать все газеты, чтобы не потерпеть убытки за этот день. И таким образом, мальчишки победили. Созданный профсоюз продавцов газет не распался. И когда газета Нью-Йорк сам, через несколько недель, попытается оказать давление на своих типографских рабочих, устроив локаут, профсоюз мальчишек пообещает не продавать сам, пока та не вернет своих печатников к прессам. Мораль этой истории такова. Если вы думаете, что вы не можете бороться за свои права, потому что кто вы такие? Мы маленькие, мы слабые, мы разобщенные, а они большие, сильные, у них в руках власть, у них в руках деньги. Вспомните, что однажды богатейшие люди мира, мультимиллионеры, в руках которых была власть над средствами массовой информации, вынуждены были отступить перед напором голодных мальчишек, которые смогли объединиться и начать отстаивать свои права. Потому что абсолютно бессильны только люди, от которых нет никакой пользы, которые ничего не делают. Если вы работаете, если ваша деятельность приносит пользу людям, это означает, что у вас в руках сосредоточена большая власть. Со стачек начинались все успешные революции, потому что рабочие движения – это большая сила. Спасибо вам за внимание. На сегодня у меня все. Спасибо моим подписчикам Бусти и Патреона. Встретимся на следующей неделе. Всего вам доброго. До свидания.